Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Сегодня мы снова поговорим о бизнесе. Мы часто приглашаем предпринимателей в нашу студию. И у большинства, согласитесь, такое мнение, предприниматель – человек на нормальной машине, говорят, конкретной, в хорошем доме живет и так далее. Но оказывается, есть предприниматели, которые вовсе не на гадиллаках ездят, и для них как раз ввели такое понятие, как социальный контракт. Да-да, я тоже не так давно об этом только в первый раз услышал. То есть эти люди вовсе не разъезжают на каких-то дорогих машинах, но при этом они занимаются бизнесом, они занимаются делом, они не просят подаяния у кого-то, они хотят сами зарабатывать, сами платить налоги и, собственно говоря, вносить свою лепту в развитие нашей Родины, которая, как я уже неоднократно говорю, без бизнеса у нас ничего не будет. Да, на одной газовой трубе не проживем, да и так, говорят, через какое-то время закроется. Поэтому сегодня мы говорим о социальных контрактах, что это такое, с чем это, что называется, едят, для чего их ввели, что они собой представляют, какие суммы. Конечно же, у нас будут рассказывать свои реальные жизненные истории вот те самые предприниматели, люди, которые пытаются что-то сделать сами. Хочу вам их представить. Это семейная пара Егор Борисов и Анна Савченко. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ты еще один предприниматель Андрей Хомяков. Андрей, добрый день. День добрый. И директор Центра социальной поддержки населения Юлия Севастьянова. Именно этот центр занимается распределением этих выделений в социальных контрактах. А вы, дорогие телезрители, звоните нам по телефону 3190, у нас прямой эфир. И высказывайте ваше мнение, нужно ли вообще бизнесменам что-то давать, или они капиталы мираеда и так перебьются. Может быть, вы сами занимаетесь бизнесом, или хотите заняться как раз, но думаете, у меня же нет денег, откуда, где, как взять. И как раз вот вам, Юлия, можете рассказать, что приходите к нам в Велко, мы вам все дадим, если вы будете соответствовать критериям. И заодно можете спросить у предпринимателей, каково им живется вообще на нашей Руси Великой. 3190, у нас прямой эфир. Так, Юлия, наверное, первый вопрос вам. Что такое вообще система социальных контрактов? Смотрите, соцконтракт, это вообще, конечно, вид государственной помощи. Прежде всего, категория, для которой он создан и на которую направлен, это категория малоимущих семей. Это либо одинокопроживающие граждане, либо малоимущие многодетные семьи, то есть и граждане, попавшие в сложную, трудную жизненную ситуацию. То есть здесь мы как раз-таки оказываем данный вид социальной помощи при содействии, конечно же, львиной доли, это федеральный бюджет, ну и также областной. То есть сейчас вот у нас уже есть, да, там вот живые примеры в студии, плюс мы дополнительно, конечно, хотели бы там в конце, наверное, программы рассказать о том, вообще какая практика, какие интересные уже идеи есть у наших горожан, с чем приходится работать. Для нас это тоже все новое. Система, вот она буквально в этом году начала работать по расширению, выделяются крупные достаточно финансирования на поддержку предпринимательства, самозанятости, поиска работы. Есть иные мероприятия, как одно из мероприятий, на которые тоже выделяются средства. Ну и, наверное, вот сегодня сделать хотелось бы акцент именно на предпринимательство и на поиск работы. Если говорить о максимальной сумме, да, которую мы можем в рамках социального контракта выделить, то это, конечно, предпринимательская деятельность. Размер у нас помощи, это до 250 тысяч. И также мы можем дополнительно поднять квалификацию, обучить, если, да, того требует, например, род деятельности. Ну, смотрите, на примерах, конечно, понятнее будет. Значит, например, я, например, там супруга, супруг работает, у меня там трое детей, и я нахожусь в декретном отпуске. В прошлом я, например, там учитель биологии. Но сейчас у меня есть возможность еще дополнительно подрабатывать. Например, мне нужно поднять квалификацию, да, там получить, может быть, какие-то курсы. Как биология? Ну, например, а если расширить, да, эту как-то, да, там структуру, например, я могу еще дополнительно получить какой-то сертификат или там лицензию. Сапоги хотите выточать, например? А может быть, я хочу быть репетитором, да, то есть и уже как самозанятость это оформить, и, соответственно, получать доход, находясь и в декрете, да. Но вот, говорю, самый главный признак здесь должен быть признак малой мощности. То есть мы доходы учитываем граждан за последние три месяца к моменту обращения к нам. И сколько должно быть? У нас должен быть в совокупности доход, да, то есть здесь идет по категориям прожиточного минимума. То есть если мы говорим о трудоспособном населении, это размер 12-144 на детей. На члены семьи? Да, на трудоспособного одного гражданина. Один ли он живет? Если он один, мы учитываем его доход. Если он живет с супругой, соответственно, 12-144 это то, что идет в расчет. И также дети, да, то есть на них 11893 установлены прожиточные. Мы, да, складываем, да, то есть если взять там, ну, грубо говоря, чтобы там для расчетов было более там подробно, да, мама, папа, двое детей, то есть их совокупный доход не должен быть выше там 48 тысяч, грубо говоря. И тогда это наша целевая аудитория, и мы можем заключать соцконтракт. Вот, если нужно будет обучение, да, или вот поднять какую-то квалификацию для дальнейшего, да, открытия своего дела, то 30 тысяч, мы также, ну, не больше этой суммы, мы можем, в общем-то, рассчитывать на нашу поддержку. Нам предоставляют... А если человек хочет реально с нуля обучиться, то он, опять-таки, учитель биологии, и вдруг он прознал, что много сейчас денег приносит вот стрижка оборотов, к примеру. Безусловно. Может, что он обрадовреет... Безусловно, пожалуйста. Вот, то есть можешь какую-то новую специальность получить. Абсолютно, да. Но если обучение стоит не дороже 30 тысяч. Дальше ты сможешь просто своими ресурсами, да, восполнить разницу. А, то есть оно стоит там 50, 20, 30 у вас. Да, да. А если вы сказали, не больше 250 тысяч, то есть человеку нужно, допустим, 100, пожалуйста. Пожалуйста, да. То есть, да, это максимальная сумма. Если мы говорим о том, что мы просчитали, нам нужно для расширения, да, или, например, для реализации своей идеи только там энная сумма в этом диапазоне, и, пожалуйста, мы пишем на нее бизнес-план, и она выделяется. А давно это у нас? У нас в этом году постановление вышло, такая новая программа. Да, раньше соцконтракты с нами тоже были, но, скажем так, другое было финансирование и немножечко другие мероприятия. А что изменили, для чего? Ну, конечно же, все-таки сократить малоимущие семьи, поддержать многодетные семьи. Во-вторых, ну, все-таки такая программа у нас, она работает и действующая, чтобы мы, скажем так, сподвигали к предпринимательству, да, чтобы у нас из теневой стороны люди выходили, не боялись, совместно с моим бизнесом разработаны, ну, такие вот, ну, реальные программы, где можно вот обучиться, пройти обучение. А там 20, по-моему, бизнес-планов они накидали, вот таких рядовых, где можно пройти это обучение, действительно не бояться получить поддержку и выйти вот из тени, в которой вот некоторые у нас граждане еще пока находятся. И занимаются бизнесом? Ну, да, где-то кто-то боится там налогообложения системы, да, может быть, просто еще там, скажем, стесняется в своих каких-то начинаниях. Мы их готовы поддерживать. Ну, хорошо. Ну, господа, теперь к вам. Андрей, ну, расскажите вы вашу историю о себе. Добрый день, телезрители и присутствующие в зале. Я являюсь главой семейства многодетного. Вы Тверской? Да, я Тверской. У нас шестеро детей. Ого. Вот. Ну, старшие уже, можно сказать, взрослые достаточно, им уже за 20 лет. Вот. Примерно пять лет назад. Вы вообще, ну, чем вы до этого вот занимались? По профессии? Кем работали? Профессия – инженер-технолог. То есть, связано, ну, в машиностроении. И работали по профессии? Да, я всю жизнь работаю по профессии. Все, что связано с машиностроением. В город Твери я приехал из Мурманской области уже давно, в 86-м году. И с тех пор, как проживаю здесь. Семья дружная. Вот. Когда мы по мере расширения поняли, что стены города нас уже сдерживают. И решили, что почему бы не попробовать и не переехать жить за городом. И вот семь лет назад начали вот этот большой семейный проект по тому, чтобы перебраться, жить с семьей за город. Участок мы нашли в Бурашево. В принципе, очень недалеко. Очень удобно. Сделав перебью, у нас очень недалеко рекламный блок. Буквально три минуты, дорогие телезрители, не переключайтесь. Мы говорим сегодня о социальных контрактах. То есть, это выплаты, которые государство дает малоимущим людям, чтобы они могли начать свой бизнес или как-то его развивать. Так что, готовьте ваши вопросы. Три минуты, и мы продолжим. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о системе социальных контрактов. Это такая система, еще раз напомню, кто пропустил начало, когда государство желает поддержать малоимущества и населения, ну, просто небогатых людей, которые вот сидят дома и не хотят, например, сидеть вот на шее государства, пойти там уж кингу, госслужащим и так далее, хотят развить свой бизнес. А денег либо совсем нет, либо, ну, не хватает для стартового капитала, на покупку там уж кодоборудования и так далее. И вот государство может выделить эти деньги. И вот сейчас как раз у нас один из гостей, Андрей Хомяков-предприниматель, рассказывает нам свою историю. Андрей, инженер по образованию технолог, работал, значит, все время в профессии, связанной с машиностроением. А дальше что произошло? А еще многодетный отец, шесть детей. И что произошло дальше? Ну, прекрасно, инженер, отлично его переехали за город. Ну, за город не сразу получилось, потому что три с половиной года это была усердная работа, которая, в принципе, продолжается и сейчас. Ну, хорошо, купили бы, думали, построили. Построили с нуля, то есть нам дали участок, который был заросший. Это вот такая, можно сказать, лес фактически. Ну, а вы что хотите, что вам на Рублевке дали? Ну, естественно, мы не жалуемся, да, мы не жалуемся. То есть мы получили в свои руки, условно говоря, кусочек земли. Ну, хорошо, построили дом и? Вот, и встал вопрос, как бы, если мы живем на земле, почему он нас не может кормить? Всю жизнь земля кормит людей. Поэтому мы разработали землю, мы ее вспахали, удобрили, следим за ней, сажаем картофель, морковку, все, что растет в нашем регионе. Это очень большая помощь для многодетной семьи, особенно в последнее время. У меня было неплохое такое, как бы, сравнение по поводу нашей деятельности на земле, то, что касается земли больше пока, что то, что мы за лето зарабатываем на земле, мы потом это превращаем в неплохие подарки для детей. Вот мы в этом году, в основном говоря, купили детям велосипеды. Вот за счет того, что... У миллиметра картошки дарится. Вот, за счет того, что мы за летний период там на помидорах, на огурцах, на зелени получается сэкономить. Дети также участвуют в работе, они также поливают, пропалывают, помогают при посадке, при уборке урожая. Ну, понятно, еще бы. Большая радость для вас, большое огорчение людей, которым приходится пахать на грядках. Но зато они получили новый велосипед, который, предположим, в обычных, мне кажется, условиях, был бы для семьи, для многодетных, очень проблематичным. В велосипед дорого стоит. И социальные контракты? Социальный контракт. Где-то примерно через год жизни и сельского хозяйства мы решили, а почему не двинуться дальше? И не завести для начала пернатых, которые также могут расти, нести яйца, приносить мясо. Вот, и дальше. То есть мы подали первый соцконтракт на то, чтобы развить птичник. Построить птичник? Да, построить помещение под птицу и полностью раскрутить бизнес, как по выращиванию бройлеров на получение мяса. Я точно не помню, сумма надет в районе была 100 с чем-то тысяч. Нам ее выделили. В принципе, процедура не очень сложная была. Самое главное было правильно все объяснить, что мы хотим сделать. И основное требование главное, чтобы это было где делать. То есть у нас была земля, которая была в собственности, был дом, где мы уже жили. И у нас был такой, как бы уже проба пера. Предыдущее лето мы растили в техническом помещении небольшую группу бройлеров. Посмотрели, что это такое и что мы на выходе получим через три месяца. Может быть, оно как бы ничего не вырастет и зачем все это нужно. Но результат был очень положительный. Мы ранней весной или даже в конце уже зимы подали вот эти документы на соцконтракт. Их достаточно оперативно рассмотрели. Выделили эту сумму. И мы приступили к творчеству. То есть построили птичник, купили изначально птенцов маленьких и их там поселили и начали расти. В дальнейшем мы начали это направление развивать. Купили инкубатор, потом покупали уже яйцо и детям была радость. Это когда они вылупляются такие маленькие, желтенькие, пушистенькие. Это все очень даже самим детям это очень интересно. То есть как из яйца просто появляется живое существо. И опять-таки мы получили на своем семейном столе определенную пищевую безопасность. Потому что мы едим то, что мы выращиваем сами. Мы это видим. То есть весь этот процесс. От и до. И у нас нет проблем с мясом птицы на тот момент. Затем этот птичник, он сразу был построен маленечко на шаг вперед. Там поселились мясушки, которые также нас обеспечивают полностью, как сказать, яйцом живой, как это там, яйцо счастливой курицы, которая живет не где-то, непонятно где. А они у нас на свободном выгуле на улице. Вот. Затем там появились перепелки. И вот второй год у нас там живут кролики. То есть вот в принципе вот это вот такой определенный набор домашней птицы и живности нас очень хорошо поддерживают в плане мясной продукции и яйца. На настоящий момент, какие стали проблемы, очень сильно выросли цены на питание, на корма. Летом-то мы в принципе все это вот оно, травы пошли нарвали и дали все. Зимой это, конечно, комбикорм, зерно. Вот. И это, конечно, так очень сильно за последний год. То есть выросли вот пищи. Ну, на все выросли цены, мы прекрасно знаем. И что, ну, социальные контракты вы захотели на что получить еще? Вот. После этого, то есть у нас этот соцконтракт, мы его полностью сдали, показали, что вот мы эти все деньги освоили, что улучшили материальное в определенной степени положение семьи, потому что у нас деньги, которые мы раньше тратили на то же мясо, оно теперь стало идти вовнутрь семьи, на то же условие. Одежду, вещи домашние, вот, на, ну, никуда не деться, таких даже смартфонов и компьютеров, в которых каждому ребенку нужно, чтобы у него свой был телефон и свой компьютер, чтобы он мог развиваться. Это тоже все стоит денег. Вот. И в начале вот этого года уходящего появилась новая программа для предпринимателей. Я уже как второй год, маленько так как бы эту ремарочку сделаю, то есть многодетная семья, у нее один большой, так можно сказать, не минус, одна большая проблема. Дети, они болеют, им нужно посещать кружки, с ними надо куда-то поехать. Вопрос, когда вы работаете на каком-то предприятии, постоянно писать заявление на то, чтобы вас отпустили в какой-то день, на полдня, на часик, или задержаться с утра, что ребенка в школу отводил, или в садик, очень большие проблемы. На это очень косо смотрят руководители. Не все. Ну, а тут же у вас такой проблемы нет, на вашу куру косо не будут смотреть? Куру, да, нет. Вот. И поэтому примерно три года назад я ушел на самообеспечение. Поначалу было очень сложно, потому что было работы мало, заказов мало. Моя работа заключалась в том, что нужно для небольших предприятий выполнять либо ремонтные работы, либо что-то изготовить нестандартное. И потихонечку, помаленечку получилось набрать определенную базу заказчиков, которым всегда что-то нужно. И я получил полное, независимость своего временного параметра. Если мне нужно сейчас поехать с детьми в Дворец пионеров, я сажусь на машину, сажаю детей и поехал в Дворец пионеров. Оттуда вечером вернулся, да, иногда бывает, что я до 12 ночи сижу, доделываю то, что я не успел сделать днем. Но у меня свободный график. Я полностью его подстраиваю под нужды своей семьи. Ну, прекрасно. И в итоге вы решили взять контракт на какой-то расширение производства? Да, то есть до этого вот два года, можно так сказать, ютился в обычном фактически гараже, приобретенном специально под эти нужды. Вот, утепленный, то есть он был полностью обставлен для того, чтобы можно было делать небольшие работы, выполнять. Но уже вот даже через год эксплуатации данного помещения пришли к выводу, что там уже стены не дают. Вот. И вот в начале этого года обратился на соцконтракт на выделение денег на постройку уже специализированного помещения. Пусть это, конечно, не огромное помещение, это 7 на 8 получается у него размер, но это в два с половиной раза больше, чем тот, что есть гараж. и вот буквально две недели назад мы полностью закрылись, то есть ну все, то есть он уже готово, то есть осталась только уже внутренняя коммуникация и можно туда уже все оборудование переводить, весь инструмент и уже полная, такая более цивилизованная будет атмосфера работы. Условия работы. Да. Вот. С какими проблемами столкнулись по поводу Росфакей? Позже поговорим. Хорошо, окей. Нам теперь расскажет свою историю семейной пары, это еще раз хочу представить Егор Борисов и Анна Савченко. Господа, о себе тоже. Меня зовут Анна, мы с мужем переехали из Петербурга, у меня здесь моя семья, мои родители. Детей у нас тоже много, не так много, как у вас, Андрей, трое. Это много по нашим нынешним меркам. Да, да, это много, именно поэтому мы переехали сюда, мы очень надеялись, что мои родители будут, они очень молодые, они будут нам помогать. Мы им, они нам с детьми. Столкнулись с тем, что очень как-то плачевно здесь обстоят дела с работой, то есть, если в Петербурге у нас проблем не возникало, то здесь устроиться на работу было достаточно трудно. Двое из троих детей у нас маленькие, поэтому я сижу дома, и вся эта суета ложилась на плечи мужа. Посмотрев на цифры, которые предлагают работодатели в Твери, мы подумали, мы, конечно, попробовали, но нет, нет. Вы правы, Андрей, насчет того, что дети требуют внимания, дети требуют времени, и хотелось бы побольше этого времени детям уделять. Поэтому в какой-то момент, когда сошлись звезды, и мы поняли с мужем, что надо что-то другое делать, мы решили открыть столярное производство. Все задают сразу вопрос, почему именно столярное производство, я журналист, а муж юрист. Лежит душа к творчеству, любим заниматься. Руками имеется. Да, да, очень у нас неплохо это получается. Это не мое мнение. А почему пеки столярное сразу? Ну, как-то к этому душу. Ну, вот с деревом, да, нравится заниматься. Да, и как-то вот получалось так, что в жизни сталкивался. А, то есть какой-то опыт был, скажем так. Ну, да. Не просто, что звезды сошлись и написали в написах столяр. Звезды сошлись, чтобы начать что-то делать в другом направлении. Не работать на какого-то дядю, работать на себя. Ну, юрист же может на себя работать прекрасно. Полно честных юристов. Ну, нужно было же все нюансы вкупе. Все это, да. Ну, лучше вот это, и оно будет, ну, душа лежит, ну, это мечта, это вот такое прям желание. То есть, учились на юрфаке, а сами, я бы табуреточку сделал бы. что же сразу табуреточку столешницы, столы. Прекрасно. Ну, да, ручный труд на самом деле тоже хорошо, что-то конкретно производите. И в итоге вы? И в итоге мы зарегистрировали ИП и открыли столярное производство. строк. какие-то курсы обучения? Нет. Нет, нет, мы умеем работать руками. Просто вот изначально. Да, изначально. Ну, я вот журналист, сейчас ровно сделаю, вот столешницу, я не знаю. Ну, я столешницы, конечно, не делаю, я больше за декор и краски. Ну, декор тоже же, это надо. И все около маркетинговое. Вот, сейчас я, кстати, отучилась, получила дополнительное образование еще по поводу маркетинга. Возвращаясь к теме соцконтракта. Вы решили стать... Мы открыли, мы открыли столярное производство, начали закупать, взяли кредит, начали закупать оборудование. И тут нечаянно я наткнулась в сети на информацию про социальный контракт. В группе ВКонтакте обрывочными фразами начала искать. Раскопать получилось очень мало. Тогда, на тот момент было очень мало информации. Юль, ну, почему? Это было... Вы не знали, вот. Это было еще год назад, когда действовала старая программа, старая версия. И сейчас гораздо лучше обстоят дела с этим. Версия 2.0. Да, версия 2.0. Да, мы обновились, написали новое постановление, его ввели в работу. Сейчас нужно четко узнать условия, узнать, какие документы. Когда я начинала этим заниматься, с сбором документов на соцконтракт, я не знала, прокатит или нет. Потому что списка четкого документов не было, и я собрала то, что обычно собирают на какие-то пособия, и это справки о доходах, стандартный пакет документов и бизнес-план. Об этом я тоже узнала в группе. Я написала, я расписала очень большой бизнес-план, я думала, что это, вот оно должно быть такое, как подразумевать под собой бизнес-план. Оказалось, все проще. Документы, с документами я угадала все. бизнес-план должен быть короткий, четко по делу, какую запрашиваете сумму, на что, и как это приобретение поможет вам в последующем, вам и вашей семье. Попали как раз мы под предыдущую редакцию, поэтому ждали некоторое время, пока будет перетрубация, и новые правила вступят в силу. Получили деньги в летом, где-то в середине лета этого года, и уже, а мы получили максимальную, как малоимущие, многодетные 250 тысяч. Из вопросов вообще дали? Да. Ну, то есть, собрали документы и дали вообще. Да, запросили мы на ЧПУ фрезер, оборудование у нас все остальное было закуплено на кредитные средства, но так как мы наемный персонал не собираемся, мы не собираемся нанимать людей, пока. Что? Мы спустя полгода работы поняли, что должны быть какие-то изделия, мы должны их производить сами, и должна быть какая-то линейка товаров, которые будут производиться под нашим контролем, но на автомате, которые потоковые, потоковые изделия, которые могут нас прокормить и выводить из кредитных долгов и прочего. Поэтому ЧПУ фрезер, под который пишется программа, который запускаешь программу, он работает сам. Вкалывает робот, а не человек? Условно, вкалывает человек, а потом робот. Наш робот создать. Собственно, никаких проблем с получением социоконтракта. И сейчас с получением информации по нему я не вижу, сейчас все проще. поэтому мы довольны. Да, мы довольны. Конечно, в рамках нашего производства это внушительная, но небольшая сумма. Поэтому это хорошая поддержка. Однозначно, потому что мы без соцконтракта на такую покупку не решились бы. Особенно с учетом того, что мы уже полгода работаем и кредиты закрываются, но медленно. Мы довольны, господа предприниматели. Да, это очень хороший старт. Реально. Даже психологически то, что пусть эта сумма по меркам многим незначительная, но по меркам многодетной семьи, когда каждый рубль на учете, вот, это очень хороший старт. Вот, предположим, для моей семьи, для меня, как для индивидуального предпринимателя, эта сумма, мы, в принципе, так маленько отвлекусь назад, к строительству подошли еще в том году этого помещения. технического, но введение вот этого вот коронавируса ограничений, оно отложило, а зима из-за роста стройматериалов, особенно по материалам, по металлу, она просто убила. Вот, когда я в конце февраля увидел цены, что там было 50 тысяч за тонну металл, а стал 120, я был реально просто вот морально в чем-то убит. Потому что лежала сумма, накопленная на стройку, я понимал, что эта сумма, она сейчас ну, половину закроет. А вы сами собирали строить? И построили материал? Да, естественно, все строили. То есть, вы только купили материал? Да, то есть, мы стараемся все делать своими силами, потому что уже вот есть взрослые мальчишки, которые нам помогают. Вот, они сами за счет этого учатся, и, как бы, мы эти же средства, которые отдали бы на сторону, помогли, мы стараемся оставлять внутри семьи своей. Вот, а вот получилось так, что эта сумма, которую нам выделили, она, слава богу, как раз сократила вот эту дельту, разницу, на которую выросли материалы. И мы собрали силами, затянули пояса и поняли, либо сейчас, либо никогда. Вот, и все вперед. То есть, подготовили фундамент, отсыпали его, поставили опалубку. Дети, мальчишки, все это учатся, для них это уже на будущее, они это прошли, они знают, как это делать, этого бояться не надо. И потом приехал там бетон, залил, все это потом через месяц застыло, и мы начали струиться. И вот мы успели до первого снега закрыться полностью, закрыться и утеплиться. И вот сейчас, до Нового года, постараемся, чтобы Новый год нам уже встретить в тепле и уюте. А еще так маленько отвлекусь, вот то, что я, как индивидуальный предприниматель, работаю с железом, работаю с инструментом, дети это тоже все видят. Они уже не боятся болгарку, шуруповерт, дрель, они не боятся станков, которые есть. Естественно, конечно, самому младшему я не дам, но, предположим, уже кто постарше, они уже могут спокойно включить сверленный станок и просверлить отверстие. То есть у вас будет семейный бизнес? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Потому что самый младший ему предположим нравится в компьютере рисовать 3D-модели. То есть он уже все объекты уже в компьютере. Он даже сейчас приходит в школу, когда на уроки черчения, ему порисовать, чертить по линейке на бумажке как-то уже неинтересно. Он эскизик сделал, домой пришел, сел за компьютер, это нарисовал, через принтер распечатал, принес, вот они, чертежи. Ну понятно. Юлия, скажите, а вот там все хорошо, а вообще бывают случаи отказа? Да. У нас в любом случае, как у любой помощи государственной, существует некоторый фильтр. Это прежде всего, конечно, доходность. То есть у нас много граждан по доходу не проходит. То есть были какие-то выплаты, или еще работал, уволился, получил расчет. То есть вот у нас фильтр это доход, регистрация Тверской области, то есть, например, Это одно из условий, чтобы была регистрация Тверской области, потому что, как я уже сказала, это не только федеральные, еще областные деньги выделяются. Дальше вот по возрасту. Хотела все-таки сказать, что пока что мы говорим о том, что от 18 лет это все-таки, да, ограничений нет, да, но вот... 65 лет, на вопрос. Да, то есть, например, если у вас предпенсионный возраст, действительно, есть какое-то дело, да, любимое, то есть там, вот руки, они, голова требует вот какой-то творческой реализации. Пожалуйста, почему нет? И таких тоже граждан мы с удовольствием у себя примем, рассмотрим их идею, да, здесь главное, чтобы все-таки было какое-то осознанное понимание того, что да, я могу, я за это берусь, потому что, да, мы вот вначале говорили о рисках, о том, что если какая-то программа адаптации после подписания соцконтракта не соблюдается, гражданин обязан вернуть эту сумму. Ну, например, вот конкретно, можешь, например, привести, что не так? Ну, например, мы заключили соцконтракт, в рамках данного соцконтракта и система адаптации. Контракт настоящий. Да, две стороны, договор, где мы, в общем-то, имеем права и обязательства свои, да, мы обязуемся выплатить денежные средства с момента подписания договора буквально там неделя-две недели и клиент у нас уже получает деньги. Ну, хорошо, вот Анна, Егор, все, мы будем столярничать. И что, допустим, не так? Да, но мы же с вами как раз-таки составляем и утверждаем бизнес-план, где мы указываем позиции. Документы, подтверждающие приобретение основных средств и так далее. что они обязаны купить станок ЧПУ, все, что еще? Да, ну вот, например, а они не купили этот станок. Или купили не то. Или купили не то. Или платежный документ, да, не соответствует. А может быть, они купили раньше. Или как? Ну, основное, то, что наверняка... То, что вы, да, прописываете, да, то есть мы это в любом случае изучаем, смотрим рыночную стоимость. Не забыше. ЧПУ, вы должны там плюс-минус выйти в эту сумму, которую вы закладываете. Поэтому вы, когда составляете бизнес-план, вы анализируете, смотрите рынок, Ну, понятно, купили они все, дальше все, вы больше не следите или дальше? Нет, мы вообще сопровождаем предпринимателя в течение года. Ну, какие могут быть нарушения? Купили станок, дальше что? Ну, если купили станок, да, например, там собственная выгода пошла, не вышли на самообеспечение, например, если, например, требовалась аренда, не арендовали помещение, его там нету, мы выезжаем с проверкой, а бизнес не ведется. А если просто, грубо говоря, вот не пошел спрос, ну, вот столешницы не берут, условно говоря, ну, это не их вина, ну, бывает всякое в конце концов, это же рынок бизнес. Опять же, если мы говорим о том, целесообразно или нет, были потрачены средства, то это одно. Целесообразно, все купили, честно станок. Да, в течение года он не вышел, да, то есть, ну, там не сработало дело. продают не столько, сколько хотели, да. Ну, значит, выполнить условия бизнес-плана. Дальше, конечно, это то же самое, когда ты по соцконтракту устроился на работу, да, то есть, конечная цель, выйти, да, там, с трудовым договором предоставить его нам, но мало ли, через полгода, там, сокращение, или там, ну, просто какая-то ситуация рабочая, да, мы не можем, да, здесь уже вот обязать друг друга, да, 10 лет, да, и ты там служишь по контракту, там, где-то, куда-то устроился. То есть, эти риски, это уже не вина, соответственно, заявителя, да, который к нам обращается и уже стороны договора, ну, и, соответственно, как бы здесь, пожалуйста, через год, от момента, пока ИП ведет деятельность, в течение года мы его контролируем, и через год он сможет, если что, обратиться вновь, может быть, на расширение, может быть, на другое какое-то дело. То есть, в каждый момент должно быть ИП? Смотрите, то есть, два варианта, то есть, ты регистрируешься как ИП, да, соответственно, это определенная система налогообложения, ты понимаешь, что, да, может быть, ты кого-то примешь в штат, а может быть, это сфера деятельности, которой ты будешь заниматься, но фактически, например, там, розничная торговля товаров, если ты их приобретаешь, продаешь, значит, это только индивидуальный предприниматель. Самозанятость, она собой подразумевает, ты как ремесленник что-то производишь, да, сам и продаешь. Поэтому здесь, ну, немножко вот надо понимать, действительно, в начале, да, вот на старте, что ты будешь делать, какими способами эту систему, в принципе, при регистрации можно всегда менять. А если человек просто хочет получить профессию, ну, и потом устроится работать в парикмахерскую, условно говоря, это не считается, не ваша история? Ну, смотрите, это просто другое мероприятие соцконтракта, и все. То есть, можно получить соцконтракт на получение, на переключение. Да, то есть, это просто мероприятие, посвященное, например, же поиску работы. То есть, мы тебя обучили, и заключаем с тобой контракт не до года, да, как ИП, а, соответственно, адаптации, где он учится. Также, пока он обучается, мы ему дополнительно еще выплачиваем половину прожиточного минимума, помимо 30 тысяч рублей. Дальше он ищет работу, устраивается в парикмахерскую, переносит нам договор ГПХ, либо трудовой договор, и он еще уже работает, соцконтракт является реализованным, и еще мы три месяца с момента заключения трудового договора выплачиваем прожиточный минимум, независимо от того, какая зарплата у гражданина в данный момент. А если он через две недели уволится, в парикмахерскую пойдет вот? Мы не можем этого уже... Это не считается нарушением? Нет, это не считается нарушением. То есть, да, конечная все-таки, да, там, цель контракта, это чтобы гражданин трудоустроился, предоставил нам договор. Скажите, господин предприниматели, все-таки, а на ваш взгляд, вот, все хорошо, и ничего не нужно больше делать, вот, касаемо этой системы, или на ваш взгляд, что-то можно еще улучшить, допустим? Вот, лично ваше мнение. Информационную сторону нужно расширить однозначно, потому что сейчас вы, конечно, все это хорошо говорите, но уже сейчас у меня возник вопрос, самозанятый и индивидуальный предприниматель, они рассчитывать могут на максимальную одинаковую сумму? Все по вашему бизнес-плану вообще, да, то есть самозанятый также до 250 тысяч может получить. Вопрос просто в том, чем вы будете заниматься, будете ли вы нанимать сотрудников. Конечно, самозанятость, с точки зрения, если я сама произвожу продукт, для меня будет выгоднее, потому что, если я физлицо оказываю услугу, то я плачу 4%, да, работая там на кого-то, да, там 13 НДФЛ, а если на физлицо, то 4, если я юрлицо оказываю услугу, то я плачу 6% в месяц, то есть, ну, неплохо. Единственное, что там, по-моему, ты должен выйти на оборот в год не больше, чем 2,4 миллиона. Может быть, как индивидуальный предприниматель, если у тебя там аппетит больше, производство мощности больше, и ты получишь соответственно результат финансовый лучше и больше, то тогда это ИП. Сумма одна и та же. Одна и та же. Это откуда вопрос? Я прошла обучение сейчас и зарегистрировалась в качестве самозанятого. То есть, я могу в следующем году попробовать подать документы еще раз, да, на себя, на самозанятого. Да, но смотрите, важный момент. Соцконтракт выдается на семью. То есть, сейчас у вас... Должен пройти год. Да, должен пройти год. Дальше мы смотрим, чтобы ИП не было закрыто, да, то есть, мы исключаем возможности того, что мы там проиграли, да, там эти деньги, закрылись, и, в общем-то, все хорошо, спроса нет. То есть, грубо говоря, с момента старта, пока вы начали с нами работать, должно, грубо говоря, пройти 24 месяца. То есть, год вы выходите, да, выходите на самообеспечение, на следующий год мы эту информацию проверяем, и вот в этот год вы не должны закрыться. Итого, если вы сейчас зарегистрировали самозанятость, то, грубо говоря, с момента заключения контракта, у нас должно, по-своему, пройти 24 месяца. Я поняла. Еще вопрос у меня по поводу обучения, которое в договоре написано, в рамках 30 тысяч рублей. Я с этим столкнулась, недавно мы хотели воспользоваться этой услугой, этим пунктом, но оказалось, что это нужно делать в самом начале, при подписании. Да, потому что мы об этом всегда говорим, что когда мы с вами подписываем договор, контракт, мы об этом говорим. Нужно или нет, потому что это сразу же на моменте подписания мы включаем в адаптацию. То есть, мы от системы адаптации и контроля, соответственно, далее не можем отклониться. Все это нужно обсуждать, конечно, в начале пути. То есть, дальше дописывать, переписывать, вносить корректировки, мы уже не имеем возможности. Получается так, что есть уже официальная информация, она представлена в интернете достаточно, ну, как обычно у налоговой, например, как заполнить декларацию, написана таким же языком, как и сама декларация. Очень трудно понять простому человеку. Поэтому не хватает, это ответ на ваш вопрос, Роман, не хватает инструкции для человека, обычного человека, который хочет открыть свой бизнес, попробовать свои силы, понятным, доступным языком, по пунктам, что нужно, какие документы, куда обратиться. Вот это информация. Примеры документов. Как документ должен выглядеть? Как он должен быть составлен? Например, тот же самый бизнес-план. Я расписала его на 17 страниц, нужно было две. На трех. Старались, как журналисты. Очень старалась, очень. Ну да, здесь это, конечно, конструктивная обратная связь. Мы это все будем отрабатывать, и важно об этом говорить, потому что, действительно, когда к нам приходят граждане на консультацию, но не всегда представление с нашей мыслью, которую мы транслировали изначально, оно совпадает. Ты пытаешься упростить это, да, на, скажем, такой бытовой язык, но это не всегда представляется возможным, потому что из пункта А следует пункт Б, а потом еще, да, то мы возвращаемся в пункт Д, а еще и сноска на Е, да. И вот когда ты начинаешь, вот, пытаться объять необъятное, да, выходит то, что у нас опять передоз информации просто. И поэтому мы сделали, в общем-то, презентацию, очень такие краткие, сжатые, где основную мысль уже, конечно же, да, там доводим в моменте, то есть это у нас, вот, министерство соцзащиты, размеченная информация, у нас в центре занятости, уже, видите, в центре соцподдержки. Но здесь мы, конечно, должны говорить о том, что все-таки лучше к нам прийти на консультацию, мы дадим памятку, все расскажем, и вот уже очно с заявителем проговорим все моменты. Пока это, вот, да, выглядит таким образом, но мы будем над этим работать. Можно еще отвернуться к моменту получения соцконтракта. когда заявку начали нашу рассматривать. И там есть такой пункт, это вот как раз материальное обеспечение семьи. Так как я уже был на тот момент ИП, у меня уже была определенная деятельность, вот, и эта деятельность связана с тем, что я на свой счет получаю от заказчика деньги. И с этого же счета я их расходую на семью, на жизнь, и на закупку материалов, и инструментов, и всего остального. А смотрят счет. И вот людям объяснить, что вот с этого счета на жизнь идет только, что он говорит, 60 тысяч, а 100 тысяч уходит на материал, на все остальное. Процедура на начало года была не проговорена. Вот нам, по-моему, два или три раза отклонили, говорили, что надо как-то что-то придумывать. Мы вас понимаем, мы все понимаем, но процедуры на тот момент не было. Как все разделить? То есть, то, что идет на жизнь семьи, и что идет на то, чтобы я, как ИП, мог существовать. Вот. Не знаю, как сейчас это. Ну, чем больше, в общем-то, наш опыт, тем больше мы уже находим лазейки, и, конечно, идем навстречу, особенно, действительно, когда речь идет о предпринимателях, и это когда ваш счет будет тратить. Но мы всегда берем выписки, пишем, отступаем, пишем, значит, пояснения, в которых указываем, где что, но всегда есть все равно свои платежные документы, где мы можем подтвердить. расход. Они раньше не рассматривались, как документы, точнее, не было процедуры, как разделить, потому что была вот одна просто банковская выписка, то есть там ИП Хомяков АБ на свой там счет за три месяца получил 300 тысяч. Какой ему соцконтракт? Так живут очень замечательно. То, что из этих трехсот, ну, говоря, за этот месяц там 250-270 просто были, ну, оборот, не обороты средства, основные средства, то есть это материалы, инструмент, расходники, даже то же электричество, тоже, оно тоже, как бы, все это расходуется. Вот, то есть эта процедура была такая взвешенная. Но, вот за три месяца, ну, по-моему, где-то в январе подали, в конце, вот, так более-менее эту ситуацию смогли урегулировать. Ну, то есть мы смогли объяснить, что вот этот достаток, который я получаю на свой счет, это не все, что уходит на еду, на жизнь. Ракур. Да, и в частности на них. Осталось буквально лишь двух минут, а Юля, скажите, ну, вы в целом довольны, как реализуется программа в Тверской области? Ну, в целом, да, то есть, конечно, мы думали, что как-то справимся, наверное, в больших объемах с гражданами. А чем объяснить для себя, что не столько предприниматели подали заявление, как вы рассчитывали бы? Ну, прежде всего, конечно, есть риски у самих предпринимателей вообще открывать свое дело, потому что, ну, мы сейчас живем в такой период пандемии, да, то есть, ну, есть определенные риски. Получится, не получится. Деньги в итоге надо возвращать или нет? Если мы говорим о том, что что-то не получилось, и он сделал не так, то надо, а в целом, если он не надо. Если все делал так, как мы говорили, ну, не пошел бизнес, ну, бывает. Тоже не надо. Не надо. Вот. Не надо. А я думаю, может, это граждан просто пугает, 250 тысяч? Нет, на самом деле, просто вот, это мы обсуждаем в моменте консультации. Вопрос в том, что, может быть, спроса еще не так много, как нам бы хотелось. Конечно, у нас есть какие-то целевые ориентиры, мы их, в общем-то, практически достигли, но мы рассчитывали на большие объемы. Это правда. Правильно, Анна заметила, мало кто знает. Да, мы сейчас стараемся популяризировать это направление. Куда к вам нужно прийти? К нам по Твери необходимо, нужно, и мы всех ждем по адресу Сколесково, 48, 225 кабинет. Это непосредственно центр соцподдержки населения, как и в любом. Сайт у вас есть? Есть наш сайт, также просто, да, можете занести в поисковике, поймать к нам на страницу, там будут презентации и так далее. Но всегда лучше живое общение, и мы все подробно расскажем доходчиво. Ну что ж, спасибо большое, это была программа «Тема дня», мы сегодня говорили о системе социальных контрактов, это когда у вас не хватает денег, вообще с хлеба на квас перебиваетесь, но хотите иметь свой бизнес, поэтому можете получить у государства деньги до 250 тысяч, поэтому все, что вам интересно, в интернете посмотрите адрес, Клицково, 48, напоминающий центр социальной поддержки населения, приходите лично, вам все объяснят, расскажут, как получить у государства деньги, если вы молодец, даже не надо их возвращать будет. Спасибо большое уважаемым предпринимателям, успехов вашему бизнесу, Юля, успехов вашему центру, чтобы вам больше пошло бизнесменов, начинающих. Да, мы все ждем. Удачи вам и вашему бизнесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова